В пятницу восьмого, ближе к полуночи, в Нижнем Тагиле-Новогонке произошла гигантская коммунальная авария с потопом, равных которым город давно уже не переживал, возможно, вообще никогда, по крайней мере, в новом тысячелетии. На улице энтузиастов лопнула старая подземная труба с кипятком полуметрового диаметра. Так называемый канал теплотрассы был по уши утоплен в горячей воде, что привело к остановке насосной станции номер один. В следствии прорыва почти 12 тысяч жителей вагонки, обитателей 89 многоквартирников, 45 частных домов и 9 социально важных объектов, в том числе школы номер 4, в окрестностях которой, к слову, и лопнула труба, детского садика и поликлиники, остались без тепла и горячей воды. И без того критическая ситуация была отягощена жутким холодом. Ближе к пятничной полуночи столбики термометра в Тагиле свалились почти до 40-градусной отметки. На улице минус 38. Частный сектор и близлежащие районы поликлиника, детские садики остались без отопления и горячей воды. Как сообщали тагильчане, температура в вымерзающих домах медленно, но уверенно сползала к нулю. Люди пытались уснуть, закутавшись во множество одеял. Помогло не всем. В многоэтажках от перепада температур стали лопаться трубы и радиаторы отопления, а сами дома снаружи покрылись ледяной наледью, сосульками и инеем. В отличие от жителей промерзшей вагонки, которых хоть как-то, но согревали остывающие стены квартир, мор города Владислав Пинаев с позднего вечера и до пяти утра провел на улице на лютом морозе, координируя работу коммунальщиков. Один из них, директор Горэнерго НТ Иван Анфилатов, под видеозапись отчитался перед властью об откачке кипятка из канала и о том, где удобнее соорудить временный хомут. Дорогие друзья, вечер добрым называть нельзя. К сожалению, случаются аварии. Сейчас Иван Андреевич, все коллектив здесь, МЧС с нами. На вагонке очередная авария. Иван Андреевич, какие последствия? По улице энтузиастов случилась аварийная станция на диаметре трубопровода 530 мм. Утоплен канал теплотрассы с остановкой насосной станции номер 1. Сейчас производится откачка каналов тепловых сетей для того, чтобы установить временный хомут и приступить к заполнению и ликвидации аварии в дальнейшем уже. К экстремальным работам по ликвидации коммунальной аварии, кроме профильных ремонтников Горэнерго, были привлечены бригады водоканала, Тагилдорстроя, регион Газинвеста и естественное МЧС. Время 25-го. Продолжается устранение аварии. Иван Андреевич. Да, совершенно верно. Продолжаем устранение аварии. Отключали весь аварийный участок трубопровода. Сейчас начинаем заполнение, определение места утечки. Часть домов уже перезапитали по временным линиям. После запуска и определения утечки уже приступим к локальному устранению. К слову, промерзшие жители вагонки ругали ремонтников и местную власть за то, что те с осени у них под окнами перекладывали трубы теплотрассы. А в итоге в холода труба лопнула. В квартирах дубак мебель промокла, обои отваливаются от сырых стен. Ламинат вспучился. Дескать, за что мы платим коммуналку? Людское возмущение нетрудно понять. Но, по информации директора Горэнерго НТ господина Анфилатова, авария произошла на участке старой теплотрассы, проложенной еще в 70-е годы прошлого столетия, а не на том, который недавно был реконструирован. В этом году Тагилдорстрой получил подряд на реконструкцию теплотрасс на вагонке протяженностью в 3,5 километра. В следующем году будет разыгран еще один тендер по замене 10 километров теплотрасс как раз в районе улиц энтузиастов Окуневой юности и трех проспектов вагоностроителей Дзержинского и Ленинградского. По словам тагильского градоначальника, эта авария показала, насколько важна начатая в этом году реконструкция старых теплосетей Дзержинского района. В 2024-м город подготовил проекты на реконструкцию ценой в 637 миллионов рублей на условиях софинансирования с областью. В ночь на воскресенье мэр Пинаев отчитался перед горожанами о завершении сварочных работ на месте порыва теплотрассы и о перезапуске насосной станции. В деталях процесс горячего ремонта в холодной точке тагильского пространства выглядел так. Сегодня тагильский градоначальник сообщил о последствиях устранения коммунальной аварии. Теплоснабжение восстановлено, но нужно дойти до каждой квартиры, чтобы решить проблемы с перезапуском тепла. В частности, в доме на вагоностроителе 22А при обогреве стояков произошел порыв, который сейчас устраняют две ремонтные бригады. По словам мэра, авария была очень серьезной, и чтобы комфортная температура вернулась во все квартиры, нужно какое-то время. К слову, по версии прокуратуры Дзержинского района, порыв теплотрассы произошел из-за сильного давления в системе, которое было необходимо создать, чтобы сохранить тепло в квартирах в эти лютые холода.